Здравствуйте, эфир телеканал СКАД продолжает самарский телевизионный вестник, студии Александр Семенов. В регионе увеличилась заболеваемость с сезонными инфекциями. Роспотребнадзор публикует соответствующие данные. Так, за прошлую неделю в Самарской области зарегистрировали более 12 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболело почти 5 тысяч человек. Однако бить тревогу не стоит. Это не эпидемический уровень. И все же по-прежнему у всех на слуху коронавирус. Самарцы боятся подхватить этот страшный недуг. Как мы рассказывали ранее, региональные власти даже решили потратить 35 миллионов рублей на дополнительные средства защиты от этой инфекции. Отмечу, что пока вакцину от коронавируса создать не удалось. В Роспотребнадзоре посоветовали принимать превентивные традиционные меры, чтобы избежать заражения. Стоит чаще мыть руки, пользоваться медицинскими масками, избегать общественных мест, больше гулять, есть свежие овощи, фрукты, а также как можно чаще проветривать помещения. Проезд от Самары до Южного города подорожает до 45 рублей. Произойдет это с 1 апреля. В областном Минтрансе сказали, что не могут повлиять на перевозчика и уменьшить стоимость. Государцы на регулирование тарифов на проезд по этому маршруту не вводили. Перевозчики самостоятельно определяют стоимость местных жителей. Это возмутило. Об этом люди пишут в соцсетях. Самарцы жалуются, что народа очень много в автобусах. Все битком. Места заняты, в том числе стоячие. Такая ситуация в обе стороны. Удобств никаких нет, а цены повышаются, говорят они. Пол в подъезде провалился. Такая беда постигла жильцов дома номер 178 по улице Партизанская. Некоторое время никаких мер не предпринималось, чтобы обеспечить жильцам нормальный доступ в дом. Работы все же начались, но жильцы все равно недовольны. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». В подъезде дома номер 178 по улице Партизанская идут ремонтные работы. Сотрудники управляющей компании заливают раствор с керамзитом в яму, которая начинается за входными дверями. Жильцы говорят, что проблемы начались давно. Сначала появились трещины, потом бетонный пол вспучился. Жители опасаются, что это происходит из-за проседания дома. Месяц назад уже явные. То есть, если до этого говорит самоуправляющий, что дворник ему сказал, что появилась трещина здесь внизу. Но уже месяц назад жители начали замечать. И соседка из квартиры номер 2 неоднократно звонила в дом управления с просьбой, чтобы прислали специалистов, чтобы они посмотрели, что происходит. Но вот две недели назад это уже стало заметно, потому что начала крениться плита при входе, просто наклоняться. И вздыбливалось уже не в тамбуре, а вот здесь, перед лестницей, вот это покрытие бетонное. Люди обращали свою управляющую компанию. По рассказам жителей, пришли сотрудники оттуда, стали проверять прочность пола, и тот провалился. Пришла какая-то женщина оттуда же, наверное. Они тут начали прыгать вот на этом покрытии. И покрытие под мужчиной, который был, проломилось. После этого вдруг срочно прибежали, все здесь разломали, раздолбали. И начали заливать цемент, засыпать керамзит и вот эти плиты делать. Вроде как меры принимаются, но нас это не устраивает. Мы не знаем причину, в чем дело, что происходит, почему смещаются вот эти конструкции. Мы не просто там блажимы, нам делать нечего. Мы хотим просто, чтобы реальные профессиональные меры принимались, а не по принципу мы вам замажем, чтобы вы от нас отвязались. Понимаете? Вот. Поэтому мы обращаемся вот в инстанции с просьбой оказать нам содействие, чтобы была проведена профессиональная экспертиза, чтобы была установлена причина, почему это происходит, чтобы не случилось беды. В Самаре продолжается строительство ледового дворца спорта на Молотгвардейске. Уже вырисовываются черты будущего спортобъекта. Напомню, стадион возводят на месте старого здания, которое снесли в 2017 году. По сравнению с предыдущим дворцом спорта, новый станет в два раза больше по площади и почти в два раза выше. В трехэтажном здании будут тренироваться хоккеисты, фигуристы и любители керлинга. Также в здании сделают хореографические и спортивные залы. В фойе внутри здания расширят, добавят конгресс-холл, а зрительские места увеличат до предела. В основном в зале их будет 5000, а в конференц-блоке – 800. По новым правилам в России вступили в силу изменения, касаемые оформления шенгенской визы. Теперь подать документы на ее оформление можно не за 90 дней, как это было раньше, а за полгода. Правда, есть и исключения. Так Финляндия отказалась от нововведений. Оформить визу в эту страну можно, как и раньше, лишь за три месяца до предполагаемой даты поездки. А чтобы оформить визу, к примеру, на год, надо использовать без нарушений три краткосрочных шенгенских визы в пределах последних двух лет. И второе изменение – это касающиеся правила пользования визой. Сейчас очень строго консульства, все будут наблюдать за тем, как человек использовал свою визу. Если, например, он получил визу, к примеру, возьму Франция, побывал во всех странах шенгена, кроме Франции, то ему будет в следующий раз не отказанная виза, но ему будут ставить только однократные визы. Это будет две или три последующие визы только однократные. ДТП с пострадавшими в Тольятти. Женщина 1995 года рождения на автомобиле «Лада Калина» ехала по Поволжскому шоссе. Она не справилась с управлением. Врезалась в контактную опору, которая стояла справа по обочине по ходу движения, после чего съехала в кювет. В результате ДТП пострадала сама женщина-водитель и ее пассажир. А вот героини нашего следующего материала могут отмечать не только 8 марта, но и 23 февраля. В канун Международного женского дня уровень боевой подготовки в Самарской области показали военнослужащие прекрасного пола из бригады специального назначения Центрального военного округа. Марш в полной экипировке с бас-оружием. Потом боевые стрельбы из автоматов Калашникова, пистолетов Макарова и гранатометов. Для бойца спецназа прыжки с парашютом – обязательный элемент подготовки. Для девушек и здесь не делают исключения. И при этом дамы в погонах должны оставаться красивыми, а также заботливыми женами и подругами. Бывает сложно, конечно, совмещать и военную службу, и семью. Но стараемся все успеть. Встаем пораньше, ложимся по позе. То есть вечером забираем ребенка из садика, из секции. Все как у обычных людей. Несмотря на то, что мы занимаемся боевой подготовкой наравне с мужчинами, нельзя забывать, что мы являемся девушками. Также приходится следить за внешним видом. Готовить завтраки мужу, ребенку. Все как у обычных девушек. Особое внимание к женщинам за рулем. Сотрудники ГИБДД в этот день останавливали автолюбительниц чаще, чем обычно. Но не для проверки документов, а для того, чтобы поздравить, вручить цветы и подарки. Поздравления получали также водители и пассажирки общественного транспорта. И даже мамы с колясками. К поздравлением присоединился и мой коллега Максим Остриков. Взмах жезла, остановка. Инспектор ГИБДД подходит к водителю, но вместо проверки документов и просьбы дыхнуть, вручает цветы и подарки. Но, конечно, если за рулем дама. Первая реакция у многих автолюбительниц после остановки – напряжение, даже легкая грусть. Но как только выясняется, что остановили, чтобы поздравить, сразу расцветает улыбка. Как вам ощущения? Ожидали, не ожидали? Не ожидали. Очень приятно. Праздничное чувствуется настроение. И солнышко, и погода. Прям пахнет весной. Цветы и подарки получают не только те, кто за рулем. Этой юной леди тоже достался букет и сладкий приз. Удивленные таким вниманием автолюбительницы говорят спасибо и ответные пожелания. За поздравления от вашего мужского коллектива. Очень приятно за внимание. Ну и пожелания, ну, чтобы меньше было на дороге несчастных случаев. Мама с детской коляской – это тоже, в общем-то, водитель транспортного средства. Так что подарки и цветы полагались и им тоже, а также пассажирам и водителям, проезжающих мимо троллейбусов. Уж поздравлять, так поздравлять. Многие дамы в этот день были приятно удивлены таким вниманием от сотрудников полиции и ребят, юных инспекторов движения. Хотя такие поздравления стали уже традицией. Господинспекция традиционно в преддверии Международного женского дня поздравляет женщин-автолюбителей с праздником. Любой девушке, любой женщине будет приятно услышать комплименты в свой адрес, получить какой-то сюрприз. Ну а кроме того, с наступающим праздником поздравляют всех женщин, независимо от того, водители ли они или пешеходы. Главное, чтобы на дороге была взаимная вежливость и безопасность. Я хочу поздравить всех женщин за рулем или пешеходы с 8 марта. Желаем им счастья, здоровья, побольше сил и чтоб никогда не болели. Будьте осторожнее на дорогах и берегите себя. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Время цветов, духов и шоколада. По традиции в преддверии Международного женского дня в магазинах подарков, столпотворения. Мужчины ломают голову, что подарить своим любимым. Да и сами девушки готовят презенты мамам и бабушкам, подругам. Так что же лучше, нестандартный подход или традиции, испытанные годами? Жители нашего города поделились мыслями на этот счет. Мужчины рассказали, что приготовили для своих дам, а сами девушки, чего бы им хотелось получить в этот весенний день. Контрет, цветы. А вам что подарили, 23-й? Внимание. Ну, что-то полезное, может быть, это туалетная вода или какие-то вещи, которыми девушка будет пользоваться. Но это в каждом конкретном случае подбирается индивидуально. Любой подарок вообще для женщины, мне кажется, это очень приятно, даже если он сделан своими руками. Так что не важно, что тебе дарят, главное, что с любовью. Внимание от мужчин, цветов, подарков. Каких подарков? Хорошее поведение, самый лучший подарок, что от сына, что от мужа. Цветы и, возможно, какую-то бижутерию. Цветы, духи, наверное. Обычные стандартные подарки. Да, подарок не важен, самое главное, внимание, цветы, наверное, да. Волжское дерби Крылья Советов завершает подготовку к противостоянию с Казанским Рубином. Соперники встретятся в столице Татарстана в это воскресенье. Это будет противостояние аутсайдеров нынешнего чемпионата страны. Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы. Рубин на 13-м месте, в активе 20 очков. Крылья Советов занимают 15-ю строчку, в активе 19 очков. Увы, но пока наши парни в зоне вылета. На предстоящую дуэль подопечный Меодрага Божевича, несмотря ни на что, настроены весьма оптимистично. Мы знаем команду, тренер нам тоже скажет, как он играет, какая формация, что тренер новый там хочет. И мы будем стараться, чтобы выиграли этот мяч. В регионе объявлен желтый уровень метеоопасности. Ожидается порывы ветра до 18 метров в секунду. Это прогноз на ближайшие выходные. Я напомню, при усилении ветра спасатели рекомендуют переждать непогоду в помещениях и не выходить на улицу без необходимости. Машины следует припарковать подальше от деревьев, веток и стволов, которые могут сломаться от сильных порывов ветра. Пятница. Самое время задуматься, как провести эти выходные. Чтобы не ломать голову, специально для вас культурная программа. Полная интересных событий. В нашей рубрике «Афиша». Слово нашему корреспонденту Екатерине Алексеевой. Долгожданная пятница наступила, а впереди целых три дня праздничных выходных. Как провести это время интересно, культурно и с пользой, расскажем прямо сейчас. Все три праздничных дня любители кино приглашают посетить самый масштабный италоязычный кинофестиваль «Риф». В программе показ 15 картин, которые охватывают все категории кино Италии. От лидеров бокс-офиса до фильмов молодых и независимых режиссеров, работы которых редко доходят до российского проката. Здесь глубокие драмы и яркие комедии. Стоит отметить, фестиваль продлится до 15 марта. А всех любителей экстремальных видов спорта приглашают на зимний кайтинг. Это катание на досках или лыжах с помощью управляемого воздушного змея, похожего на параплан. В программе ознакомительные уроки для новичков, в том числе теория и практика. Должно быть экстремально динамично и весело. А в понедельник вечером все, кто любит танцевать и готов научиться новому, приглашают на открытый урок танго. На встрече расскажут, почему этот танец считается универсальным средством коммуникации, что такое аргентинская танго сегодня и почему в мире этот стиль так популярен. Не обойдется, конечно, и без самих танцев. Преподаватели научат основам. Выходные пусть и длинные пролетят незаметно. Используйте это время по максимуму. До встречи! У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программа можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи!